Всем привет, ребят! И сегодня плановый брифинг для брокера Markets. Вы уже, наверное, привыкли, что по четвергам выходит мой анализ. Торгую я по-прежнему открыто, вы всегда сможете отследить мои торговые результаты, посмотреть на открытые и закрытые позиции, и все это на реальном счету. Для тех, кто меня не знает, меня зовут Владимир, более известный как ProTrade. Торгую уже профессионально 7 лет, знаком со сферой трейдинга 12 лет. В 2020 году открываю свой инвестиционный фонд, поэтому мой опыт можно перенимать. Аналогичных примеров не так много в сети. И я думаю, что сегодня мы с вами проведем вебинар, брифинг в формате обсуждения аргументации. Вы увидите, что можно проторговать, что сейчас я ставлю фокус, на чем можно заработать. Так что смотрите, надеюсь, что вам будет интересно. Всем спасибо за внимание, давайте перейдем к графикам. Давайте начнем с открытой позиции, перейдем постепенно к лимитным ордерам и к тем идеям, которые сейчас можно реализовать. На данный момент времени у меня только одна открытая позиция. Это позиция по Макдональдсу. Покупка из позиционной области. Давайте рассмотрим внимательнее причины открытия. Во-первых, первоначально растущий рыночный цикл, который сменился резким падением. Первая позиционная область на пути движения Макдональдса – это зона 190-185. Поэтому я принял решение с фиксированным риском открываться на базе промежуточного уровня. На данный момент уже позиция перенесена в безубыток. На случай, если рынок немного откатит, это связано с формирующимся накоплением. Да, открытие может произойти с гэпом. Я получу незакрытую позицию либо фиксацию по плохой цене. Но эта идея носит минимально возможный риск. Поэтому я на нее все-таки смотрю как на перспективную. Потенциал движения до 205 долларов, до 200, поэтому поддержать смысл есть. Это единственное открытое на текущий момент времени. Из лимитников их очень много, начиная с лимитников по ценным бумагам, по акциям, неценным бумагам. И лимитники по валютным парам плюс золото. Давайте перейдем к графикам на ресерч, и я расскажу подробнее о том, что и где я выбрал и по каким причинам. Если смотреть на рынок в разрезе, то сейчас индексом доллара не совсем понятная структура. Идет снова снижение, есть трендовый глобальный характер, но локально сейчас идет снижение. Это может вызывать усиление роста на евро-долларе, фунт-долларе, австралиец, новозеландец. Это можно взять в идею. Если говорить о покупках доллара, то это либо замедление на текущем движении, либо все-таки это делать в районе 97-96,5 на изломе этого цикла. Если брать угол движения более плавного характера, то мы получаем, что зона спроса по индексу доллара, которая совпадает с горизонталями, это 97-96,7. Поэтому кто интересуется вариантом купить доллар, либо все-таки брать какие-то активы в разворот, смотрите на зону 97-96,7. Эта область спроса очень хорошая по индексу, по основной корзине валют. Евро-доллар аналогичным образом, если брать эту взаимную корреляцию, может пойти в продажи с области 1.12.20-1.13. Я смотрю в свою очередь немножко меньше, это 12.20-1.12.80. Риск при этом можно ставить за 1.13, чтобы это было более безопасно. Тогда позиция получается среднесрочного приоритета с возможностью снижения вплоть до 1.0850-1.0870. Это если все-таки рынок продолжит идти в текущую цикличность и ничего не изменилось. Глобально ничего не поменялось и рынок по-прежнему падающий, поэтому говорить о каких-то разворотах в принципе смысла не имеет, разве что цена будет очень длительный период, находиться выше 1.13. Это может подстегнуть все-таки трейдеров к покупке евро. В противном случае все-таки стоит смотреть на короткие от любых областей позиционирования, длинные начинать отбирать от 1.0850-1.07, не раньше. То есть если говорить о среднесроке, я не говорю сейчас о краткосрочных позициях. Моя цель рассказать вам о идеях среднесрочного плана, которые я лично буду реализовывать и на которых мне получается делать прибыль. И этот год, этот отчетный год за последние 5 месяцев я уже превысил банковскую доходность на депозитах, даже в наших странах, где довольно немало платят, в 4 раза. Если сравнивать, допустим, с Америкой, то я превысил доходность уже в 8 раз, что есть с хорошим показателем и тем более в преддверии открытия инвестиционного фонда, я думаю, что это будет хороший трек-лист. Фунт-доллар. Здесь идей особых нет, но есть два значения, на которые нужно обращать основное внимание. Это 1.2980 и 1.28. Внимательно смотрите на 28 и на 29.80. Как цена будет себя вести? Ложные пробои, закрепления, поджатия, все это можно торговать. Если откатные точки смотреть на рост, это 31.50-32, это где можно шортить. И если говорить о зоне спроса, это 25.50-24.50. Не раньше. Можете записывать. У меня всегда лежит блокнот, в который я записываю все основные идеи, чтобы потом реализовать. Доллар-иена. Спрос выше 109. По-прежнему жду, анализирую. Падение может быть ниже 108.30. То же самое. Два значения очень четких, на которые, внимание, конкретно интересно закрепление. Ничего другого. Интересны именно закрепления. Ниже 108.30, либо выше 109. Дневки, часовики. Смотрите, если получится поймать стагнацию в накоплении, можно получить хороший приоритет. Особенно касается роста. Роста здесь никто не ждет практически. Поэтому можно будет этим воспользоваться. Это непростая ситуация, но проторговать эти два уровня стоит на закреплениях. Доллар-франк. Еще более сложный актив, еще более сложный инструмент. Все внимание на паритет. В случае ретеста паритета можно как шортить, так и пробовать покупать выше, если дневка будет закрепляться. Обратите внимание, что в последних циклах ни разу дневка не закреплялась выше паритета. Поэтому нужно проанализировать, посмотреть. Шортить можно просто на паритете. Риск у вас всегда есть выше 1.0040. Золото. Вот это куда интереснее. У меня стоит шорт-ордер на продажу. 1488-1496. Это зона предложений основная по этому циклу. Обратите внимание, где находится. Снижение, замедление, все по классике. И зона спроса ближайшая, с которой я готов покупать. Это район 1415-1400. Можно и раньше смотреть. Но безопасно это либо 1430-1415 лонг. Либо то, что выбираю я, это 1415-1400. Потенциал очень хороший и попробовать стоит. Есть как лонговые, так и шортовые варианты по золоту. Доллар-рубль. Тоже есть вариант, который является среднесрочным, позиционным. Это покупать на 63. Зона риска ниже 62.5. Ничего не поменялось. Это хороший и среднесрочный вариант. Евро-ена. Зона коротких. Это 122.5-123. Это недельная зона коротких. На случае ретеста ее можно тоже использовать. От нее можно отработать. Потенциал 1 к 2. Я лимитник сюда пока не ставил. Но этот вариант можно попробовать. Зона спроса тоже есть. Это 117-116. По-моему, даже я по евро-ене ставил все-таки. Надо посмотреть. Так, байлимит очень далеко стоит. Нет, по евро-ене я не ставил. Только позиционный байлимит, но он может стоять месяцами. Он пока... Цена от него очень далеко. Но от 122.4-123.1 можно пробовать работать в короткую. Вариант хороший. Новозеландец. Здесь все-таки пытается выйти импульс. Мы вчера разговаривали с ребятами, что есть потенциал закрепления с ростом. Если будет особенно поджатие. Вот то, что сейчас пытается цена сделать. Внимание, на 64.3. Если цена будет выше 64.3 торговаться, можно покупать. И мы видим, что после ослабления формируется общая направленность на возможное восстановление потенциал роста вплоть 66. Может быть даже 67. Потенциал хороший. Ближайший 65. На нем может что-то случиться. Но стоп без убыток и все хорошо. Фунт йены. Ничего сказать не могу. Канадец подходит к зоне предложения. 33.30, 33.70. Можно на импульсе пробовать шортить. Мы это обсуждали. Но также внимание на то, как цена будет себя здесь вести. Смотрите внимательно. Но можно шортить, пробовать. Я этого делать не буду, однако идея есть. Еврофунт. Вот то, что тоже очень интересно. Купить 85-84.5. И позиционный. Это 83.50, 82.50. То есть минимум можно попробовать выкупить. И еще лучше, если вдруг падать будет ниже, выкупить позиционку. 83.50, 82.50. Это очень важно и это очень хорошие варианты, которые можно использовать. Еврофунт замечательный. CL. Это нефть марки WTI. Идет поджатие. Компенсация очень хорошая была в эти дни. Обратите внимание на эту структуру. Это 57.50. Если вдруг цена будет выше 57.50 торговаться, покупайте с целью на 61-62. Это очень неплохой вариант. Но обязательно должна торговаться выше 57.50. Должна удержаться выше 57.50. Была компенсация и если пойдет. Если не упадет ниже 56.50 и пойдет в рост, покупайте. Это хорошая идея. Если упадет ниже 56.50, триггер ломается. Делать здесь нечего. Кроме того, ребят, не забывайте, что у меня есть мой замечательный YouTube канал, на который тоже можно подписаться. Ссылка на него есть в описании. Ссылка на него есть в комментарии. Канал ProTrade. Здесь вы можете посмотреть много материала по торговле. Как торговать, как строить уровни, как это все рассчитывать. Можете посмотреть интервью с некоторыми известными трейдерами. Будет, кстати, пополняться эта рубрика. Ну и самое главное, что я хочу проанонсировать, это то, что с этого месяца я начну снимать бесплатный материал, который будет называться «Открытая энциклопедия технического анализа». Бесплатно будут все те данные, весь тот материал по теханализу, который люди покупают у моих коллег. Так как я ухожу в инвестиционные проекты и в трейдинг полностью, консалтинг будет очень-очень вторичным. Я решил все материалы, которые считаю нужными, в короткой, интересной форме, видео подать их бесплатно. Поэтому подписывайтесь. Скоро будут приходить уведомления о новых роликах обучающего характера. Все клиенты смогут улучшить результат. Это очень важно. Ну и биткоин. Падение по биткоину – это вполне ожидаемый сценарий. И говорить о том, где покупать сейчас, довольно сложно. С одной стороны, технически, здесь нет предпосылок для позиционных разворотов. Мы понимаем, что биткоин не совсем прост для торговли, но, тем не менее, посмотрите на возможное угасание, если оно будет. Это 6,5-6 угасание цены. Тени начнут появляться, параболические закругления, что угодно из того, что может подсказать о развороте. То есть любые форматы разворота в этой области можно торговать в покупку. И позиционно это 5,5-5. То есть там, где могут быть предпосылки. Может быть, даже немножко выше. Может быть, 5700-5. Внимательно смотреть. Неизвестно, будет ли спрос, поэтому я предпочту наблюдать за поведением сны. Будут предпосылки на угасание, на разворот будем покупать. По шортам сказать ничего не могу. Не знаю, где они здесь будут доступны. И давайте немножко по рынку акций. А если конкретнее, посмотрим на S&P. Очень сильный рост. Рост, который пришел в зону возможного распределения. Это 3100. 3150 область. 350 пока не достигнута. Но 3100 уже достигнута. Есть потенциал отката. Я предпочту во всей этой структуре покупать акции тех компаний, которые, возможно, просядут. То есть 3000-2950-2900 даже. Из всей этой области индекса, ну, скорее даже 3-2950. Если индекс будет падать, и те акции, которые будут идти вместе с рынком в падение, особенно те, которые пойдут быстрее рынка, которые будут быстрее индекса падать. Из хороших бумаг, конечно. Их нужно будет покупать. Это самая интересная идея, которую хотелось бы реализовать. Шортить рынок. Сами знаете, это очень неблагодарное занятие. Когда все ждали кризиса еще... В тот момент, когда индекс торговался по 2900, все вокруг кричали о кризисе, что вот-вот сейчас стрельнет. 300 сейчас. Где те люди, которые шортали Теслу, которые шортали... Что там еще шортали? Банковский сектор, не дай боже. Поэтому вот этой идеей стоит воспользоваться. Остальное я ничего не рекомендую. Вот такие вот сейчас дела, ребят. Я надеюсь, что вам было интересно. Не забывайте, что для того, чтобы видео аранжировалось, для того, чтобы мой труд не был напрасным, нужно поставить лайк. Я буду очень за это признателен. Написать комментарий. Кстати, в комментариях можете ответить, интересен ли вам проект совершенно бесплатных материалов по трейдингу, по теханализу. Будете ли вы это смотреть? Нужно ли вам это? То есть каждый вопрос будет освещен в отдельных видео. Это будет очень богатый плейлист на материал. Всем спасибо за внимание, ребят. Всем пока. Всем хорошей торговли. Субтитры сделал DimaTorzok